всем привет дорогие друзья с вами капитан песик и сегодня я делаю видео для новичков если ты только начал играть зашел в игру и перед тобой стоит сложный выбор кого же взять у нас есть четыре персонажа на выбор и здесь есть два героя которых можно брать начале игры это это либо кейль если вы возьмете одного либо второго вы не прогадаете но ни в коем случае не берите галика и элейн они вначале конкурентны для двух оставшихся персонажей но потом со временем с прокачкой левела они становятся просто мясо а вот это и кейль вам пригодятся даже на высоких уровнях и так вы попадаете игру и первое куда вы попадаете это в компании не спешите бежать вперед сломя голову чтобы пройти всю компанию вы все равно ее сразу не пройдете а в первую очередь что надо сделать это открыть вот эту вкладочку миссии и внимательно ее изучить это основная линейка развитие вашего аккаунта и надо следовать поочередно всем 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 миссиям выполняет их миссии непосредственно связаны с испытаниями у нас здесь испытание героев артефактов подземельев и арены выполняя нашу линейку миссии основную мы непосредственно будем выполнять испытания между ними находится вот такая вкладочка как задание очень важно выполнять эти задания каждый день у нас есть дневное задание недельное и месячное когда мы выполним 30 раз дневное задание мы получим сакральный и темный осколок что в этой игре очень редкие предметы дальше у нас идет вкладочка клан в миссиях будет такая миссия в линейке вступите в клан нанесите владыки демонов урон это будет дальнейшем я думаю в этом вы разберете здесь ничего сложного следующая вкладка это у нас все герои у нас здесь вот такое вот количество фракций в каждой фракции есть свои герои и мы здесь можем посмотреть любого героя почитать его навыки почитать его скиллы посмотреть его параметры здесь все понятно дальше у нас есть коллекция в коллекции находятся все наши герои которые у нас есть также у нас здесь есть хранилище в начале у вас будет очень мало места но в дальнейшем вы будете увеличивать увеличивать справа мы видим наши артефакты здесь также у нас есть складочка навыки где тоже можно почитать навыки их описания и таланты но это вам тоже пока что не нужно таланты это будут развиваться чуть позже дальше у нас здесь вот такие есть часики в углу экрана это награды за время игре в игре когда вы будете в игре три часа вы получите максимальную награду здесь самая основная награда все-таки которую стоит забирать однозначно это вот это вот бутылочка бутылочка восстанавливает нам все энергию давайте перейдем как раз сейчас к энергии и посмотрим вот у нас сверху энергия здесь у нас есть два числа первое число это сколько энергии у вас на данный момент есть и второе число это максимальное количество дать до какого рубежа скажем так она может регенерироваться поначалу у вас будет очень много энергии и вы подумайте что так будет всегда но на самом деле нет энергия это самый важный ресурс в игре и как вы будете вкладывать зависит ваше успешное прохождение улучшения аккаунта поэтому самый главный совет по энергии это в первые дни как можно больше позалипать и использовать всю энергию чтобы она уже начала регенерировать регенерироваться следующий у нас идут жетоны арены давайте переместимся посмотрим что собой представляет арена в арене это пвп контент мы можем здесь атаковать нападать на кого-то также мы выставляем защиту чтобы на нас нападали можем посмотреть историю наших сражений и можем посмотреть свой рейтинг вот у нас здесь очень много лик я нахожусь уже в последней золотой лиги которая добавляет очень хорошие бонусы и раз в неделю приходят вот такие вот сундучки сундук лиги которые тоже выпадают очень хороший предмет немаловажный следующий ресурс это серебро серебро это такой ресурс которого всегда не хватает не спешите тратить серебро попросту затачивая ненужные вещи серебро мы можем получить разными способами серебро дается при прохождении компании при прохождении подземелий в общем серебро падает везде но всегда его нам не хватает очень важный ресурс это рубины рубины выпадают достаточно редко точнее они нигде у нас не выпадают мы можем их получить проходя миссии закрывая задания ежедневные и через шахту вот давайте как раз к ней спустимся вот есть такая здесь вкладочка это шахта у нас и вот как вы видите у меня она прокачана уже на максимальный уровень и шахта я думаю все таки я считаю что я стоит качать но чуть позже первую очередь куда мы тратить наш мы тратим наши рубины первую очередь мы открываем рынок здесь у нас будут закрытые слоты и один слот будет открываться за серебро один за рынок ой за рынок за рубины и в первую очередь мы открываем здесь полностью все вкладки рынка потому что здесь у нас выпадает и синие осколки и достаточно хорошее оружие в дальнейшем поэтому первую очередь куда мы вкладываем рубины это рынок дальше уже по вашему выбору у нас здесь есть магазин если мы зайдем сюда мы увидим вкладочка рубины и зайдем видим вот этот набор осколок за 900 рубинов первые 900 рубинов мы можем примерно заработать в первую же неделю игры и купить данный набор и посмотреть что нам выпадет я сделал именно так я сначала открыл рынок потом я купил набор осколков мне выпали нормальные герои которые мне помогли дальше развиваться и дальше я уже вкладывал все в шахту я играю практически три месяца шахта окупается у нас 100 дней после чего она будет приносить нам уже дополнительный заработок то есть если вы планируете играть долго и вам игра понравилась то стоит конечно же открывать эту шахту дальше мы перейдем тренировочную лагерю я его не открывал я считаю это напрасной тратой рубиной рубинов потому что здесь герои качается очень медленно вот еще куда стоит вкладывать рубины это конечно же бутылки вот такие вот энергии мы можем их здесь купить за 40 рубинов но все-таки стоит покупать эти бутылки когда вы уже будете 50 плюс левого пока что лучше их копить так куда мы двигаемся дальше вот здесь вот такой чемоданчик в правом углу экрана здесь у нас падает наши покупки награды здесь мы можем их забирать здесь у нас есть чат есть общий чат на канале и здесь еще есть клановый чат после того как вы вступите в клан он у вас появится здесь я сильно не буду останавливаться события у нас вот справа здесь их много достаточно событий они меняются а сам течение каждое событие занимает определенное количество дней в общем на этом это вам пока не нужно этом вы разберетесь дальнейшем дальше в левом верхнем углу экрана вы можете посмотреть свой уровень нажать сюда нажав сюда мы перейдем наш профиль советую всем сразу же сделать привязку к плариуму потому что было сообщение как-то от плариума что привязывайтесь обязательно иначе плариум не несет ответственности за ваш аккаунт то есть если у вас аккаунт куда-то пропадет или что-то с ним случится ничего вы не сможете никому доказать поэтому сразу же подключаемся к плариуму здесь также вы можете улучшить качество изображения музыку эффекты посмотреть свой айди в игре и поменять язык дальше у нас здесь есть вот такая вот нашим левелом штучка как xp это бустер опыта когда он у вас висит вам надо обильно качать корм по прокачке корма есть отдельные видео посмотрите его в интернете я тоже не буду восстанавливаться на этом останавливаться но самое главное если у вас висит бустер опыта не ходите не в подземелье не добывайте шмот а именно прокачивать и героев потому что вот эти свитки опыта это тоже очень редкие предметы в игре ниже у нас есть такая вкладка как пригласить друга это реферальная награда вот я пригласил двоих друзей и когда они докачаются до определенного уровня мне вот такие вот награды будут вот до 40 не докачались эти награды я уже получил когда они качнутся до 50 я получил уже сакральные осколки следующая вкладочка ниже здесь у вас будут награды за посещение вы их просто заходите ежедневно и забираете давайте перейдем вот сюда вот наш портал и посмотрим здесь у нас есть четыре вида разных осколков с каждого вы можете посмотреть шанс выпадения того или иного героя вот они дни у нас разделяется на обычных необычных редких эпических и легендарных как вы понимаете легендарные это самые крутые герои и мы можем достать из этих осколков данных героев здесь мы также можем посмотреть шанс выпадения этих героев как вы видите что шанс очень маленький достать легендарного героя даже с золотого осколка всего лишь 12 процентов это это включили недавно потому что буквально два три дня назад этот шанс составлял 6 процентов так в общем принципе по основным всем вкладкам мы разобрались самое главное вам напомню еще такой момент у нас а вот еще самое главное я же не зашел в таверну что мы делаем в этой таверне здесь у нас высвечивается слева список наших героев и первая вкладка справа это повышение уровня здесь мы можем прокачивать наших героев вот такими вот героями однозвездочными они называются корм допустим я могу прокачать вот этого героя я выставляю вот так вот он появляется и я его прокачиваю ставлю в эти рамки нажимаю повысить и качаю его вот до максимального левого допустим 1 звездочный герой у нас качается до 10 2 звездочных до 20 3 звездочных до 30 и так далее максимальный уровень героя это 60 соответственно 6 звезд как нам сделать эти 6 звезд здесь следующая вкладочка называется повышение ранга мы можем повышать ранг вот возьмем предыдущего героя он у нас 1 звездочный мы ставим его вот сюда и повышаем ему ранг повышаем ранг моему аналогичным героем и он у нас становится уже двух звездочным чтобы опнуть его на 3 звезды соответственно надо также прокачать его до 20 и скормить уже в него двух двух звездочных героев вот я вам покажу еще на примере вот двух звездочный герой 20 уровня мы вставляем чтобы нам его одну до 3 звезд мы в него вставляем 2 2 звездочных героя и повышаем теперь у нас это превратился 3 звездочного героя и так вот у нас есть 3 звездочный герой мы его вставляем 30 левела и а по и вот до 4 звезд и так далее пока мы не сделаем 6 звезд героев вот допустим у меня есть прокачанный до 6 звезд дальше следующее у нас улучшение навыков очень важная вещь прошу уделить этому внимание у нас есть сверху как вы видите три разные типа книги это редкий том эпический том и легендарный самая главная ошибка вот что мы делаем можем вот допустим берем редко редкого героя вставляем и мы можем прокачать ему навыки если мы классно на навыки мы увидим что на вид навыки у нас улучшается вот таким вот образом они качаются рандомно то есть если мы вставим в него книжечку одну может увеличиваться любой навык но я составил список героев которых стоит вкладывать рарные книги из темных эльфов это холодное сердце и каэль и священного ордена это отель из высших эльфов это лекарь из племенов агринов это ревоглаз из баннеретов это шевалье из орд нежити у нас нетопри и вот еще появилась у нас новая героиня мученица которую тоже стоит вкладывать эти рарные тома из остальных героев я не нашел больше кандидатов которых стоит вкладывать эти книги когда у нас мы берем нашего основного героя это или или каэль отельку или каэля мы можем смело вкладывать их книги на максимум сразу вот она прокачана на основного своего героя мы не бережем книги сразу и вкладываем соответственно для эпического героя нам нужны эпические книги для легендарного героя нам нужны легендарные книги у них нет ни одной это очень очень редкий предмет в игре самая главная ошибка в игре это когда мы в редкого героя вкладываем эпическую книгу не вздумайте это сделать вы об этом будете очень сильно жалеть дальше у нас есть развитие вкладочка здесь вот как увидите у меня звездочки покрашены синим цветом и мы возьмем героя не покрашенного и мы с помощью бутылок которых мы будем добывать подземелье можем красить эти звездочки давайте потратим одну ладно это копейки сейчас на моем уровне и мы увеличиваем дополнительные пара а точнее основные характеристики основные параметры героя своих основных героев надо красить по максимуму но ни в коем случае не стоит красить так называемый корм который у нас идет для повышения ранга героев так ну по всем основным аспектам игры я пробежался надеюсь видео для тебя будет полезным присоединяйся к нашему дружному комьюнити и если тебя не напрягает мой голос моя дикция ставь лайк подписывайся на канал будет еще много видосиков вот и все друзья всем пока а а и и